Румянцева Тамара Дмитриевна. Генеральный директор фонда Олега Дерипаска «Вольное дело». Родилась в городе Северодвинске. Окончила Архангельский государственный педагогический институт имени Ломоносова по специальности русский язык и литература, Ленинградскую высшую партийную школу, Российскую академию госслужбы при президенте Российской Федерации. С 1969 года учитель русского языка и литературы. В 1989 году Тамара Дмитриевна возглавила работу по созданию Северодвинского гуманитарного института Поморского государственного университета имени Ломоносова. С 1990 по 1997 декан Северодвинского отделения и директор Северодвинского гуманитарного института. С 1997 по 2004 заместитель главы администрации Архангельской области по социальной политике. Румянцева Тамара Дмитриевна является членом общественного совета по качеству образования при Рособорнадзоре, членом попечительского совета Московской школы экономики и высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова, член президиума Всероссийской общественной организации Всероссийское педагогическое собрание. При ее активном участии создавался Архангельский научный центр Уральского отделения Российской академии наук и продвигалась идея создания и становления Северного Арктического федерального университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Награждена орденами почета, дружбы народов, знаком почета, знаком за заслуги перед Северодвинском. Спасибо большое за то, что вы здесь собрались, за то, что вы выделили время для того, чтобы встретиться со мной. Вообще я должна сказать вам, уважаемые студенты и преподаватели, лицом к лицу лица не увидать, естественно, а когда человек приходит немножко со стороны, особенно если он видит каждый день немало других университетов в разных частях страны, ему хочется сказать то, что я хочу сказать сейчас. Я думаю, что обществом в основном Архангельской области еще не осознанно то, что оно теперь имеет в лице Северного Арктического федерального университета. Тот прорыв, который область осуществила благодаря тому, что в ней появился такой университет, и за вот эти последние годы он оснащен настолько, что мечтать об этом даже еще в недалеком будущем, в прошлом, было нереально. Это действительно нереально. То, что сегодня такое богатство, огромное, находится, располагается на территории Архангельска, это просто, вот знаете, многолетняя мечта многих людей, руководителей области, руководителей учебных заведений. Вот это сегодня есть. И когда я ходила в очередной раз по фундаментальной библиотеке, я говорила, что сюда надо привезти Виктора Антоновича Садовничева, ректора МГУ, потому что в МГУ нет ничего подобного. Нет ничего подобного, понимаете? И вот это богатство, которым располагаете теперь вы, его теперь нужно с умом использовать. Я думаю, что вы тоже сами еще не осознаете, сколько возможностей открыто сегодня для того, чтобы добывать знания. Это есть где и есть откуда. Я очень просто горжусь теми людьми, которые сделали эту трудную работу. Мы всегда, опять же, не имеем пророка в своем Отечестве, не любим человеку говорить даже иногда то, что он заслужил. Но я хочу сказать, что работа коллективом университета, ректоратом проведена титаническая, ну и, конечно, лидером Елены Владимировны, и это надо сказать на самом деле, потому что конкурентная среда, в которой сейчас обитает любой вуз, она очень жесткая. И я рада прежде всего тому, что удалось объединить такие разные вузы, и что область не осталась на задворках российского образования и науки, что вузы, которые здесь есть, не остались просто регионального уровня вузами, что здесь создан крупный научный учебный центр, и что это федеральный университет. Значит, федерация, значит, страна наша знает и заботится, будет. Хотя, конечно, надо много усилий еще прилагать к тому, чтобы по-настоящему САФУ заработала и на области, и на страну. Огромная работа впереди, и вот то, что подрастает такое деятельное молодое поколение, которое сегодня я видела в лабораториях, в институтах, например, нефти и газа. Я на самом деле думала, ну какой институт нефти и газа? Ну, есть губкинские, там есть другие. Ну, как здесь можно за короткий срок создать институт нефти и газа? Потрясающие лаборатории совершенно. И не имеют таких лабораторий университеты московские. Вот, может быть, благодаря тому, что это новое образование и были вложены достаточные средства, но важно было их вовремя взять и потом с умом, так сказать, использовать. Это все сделано. Я вас вот просто поздравляю с тем, что теперь у нас в Архангельской области это все есть. Спасибо всем огромное. Конечно, я не буду читать лекцию, мы с вами будем разговаривать. Я сейчас уже 12 лет скоро представляю третий сектор. Вы знаете, что, ну, если так условно поделить любое государство на какие-то сектора укрупненно, то это власть, это бизнес или экономик, ну, то, что хозяйство составляет. И это третий сектор – это некоммерческие организации. Те самые некоммерческие организации, которые во взаимодействии с первыми двумя секторами немало делают сегодня и в нашей стране. За последние 15 лет некоммерческий сектор вырос, ну, просто он вырос, он теперь огромен. Больше 20 тысяч некоммерческих общественных организаций, которые занимаются вопросами социальными, решением социальных вопросов. Ни одно самое крупное, самое богатое государство никогда не решит все проблемы людей. Некоммерческий сектор решает проблемы людей. Но некоммерческий сектор, а вот в моем случае, одновременно представляет и работодателя, потому что учредителем является один человек, он финансирует все программы, и то, что делает этот человек, как, так сказать, акционер своих компаний, мы очень хорошо понимаем, что эти компании хотят видеть в качестве молодых кадров. Поэтому связка бизнес и некоммерческий сектор, так сказать, у нас каждый день на деле. Я утверждаю на опыте многих стран, и уже нашем опыте, что только стратегическое партнерство власти, бизнеса и общества в лице общественных организаций, некоммерческих организаций способно успешно решать вопросы людей. Вот такое стратегическое партнерство сейчас выстраивается во многих территориях на уровне федерации нашей, но, конечно, не так быстро, как хотелось бы, потому что власть очень часто недоверчиво относится к инициативам. Некоммерческий сектор несет инновации, инициативы, умеет делать ту работу, которую не всегда способна выполнить власть. Это объяснимо. У власти немножко другие, немножко задачи более приземленные и более количественные, нежели качественные. У некоммерческого сектора как раз качественные задачи. Какие именно? Один из принципов работы некоммерческого сектора таков, «Если куда-то пришли деньги, направленные этим некоммерческим сектором, там должно случиться что-то хорошее, там должен появиться положительный результат, лучше, если возникло новое качество, и лучше, если для большого количества людей». Еще один принцип – это вовлечение большого количества людей в любой проект, в любую программу, которую осуществляет некоммерческая организация или фонд. Вовлечение и одновременно обучение их тому, что делает этот проект, какую задачу он решает. И еще один принцип такой. Поскольку, как говорят у нас здесь, дармовое не ценится, то обязательно, когда осуществляется какая-то программа или какой-то проект, те люди, на которых направлен вот та, так сказать, целевая аудитория, они тоже должны вложить что-то в реализацию этого проекта в виде какой-то работы сделанной, в виде каких-то организационных усилий, в виде даже иногда каких-то материалов, если надо что-то построить. И тогда, когда это усилие двух сторон, это всегда получается, во-первых, лучше, а во-вторых, бережнее потом сохраняется. И еще один принцип. Если осуществлен проект, программа некоммерческой организации, и она завершилась, вот ее длительность была год, например, или два, или пять лет, и она завершилась, организация некоммерческая уходит с этой площадки, будучи совершенно уверены, что процесс, который там запущен, необратим, то есть результат должен быть длящимся, длительным, и тогда только это действительно качественно меняет какую-то проблему. Я немножко расскажу о том, что делает фонд поддержки социальных инноваций и вольное дело, который тоже существует уже около 15 лет и работает на 22 территориях Российской Федерации. Самая главная наша задача, как мы ее видим, и как видит ее наш учредитель, учредивший этот фонд тогда, когда ему было 37 лет. Он понимает, что все начинается в школе, и от школы, общеобразовательной школы, все и зависит. Поэтому основные средства мы вкладываем в образование и считаем, что это правильно, особенно это правильно сейчас, потому что меняется поколение учителей, которым очень нелегко работать в современных условиях, тем более, что профессия учителя в определенные годы потеряла престижность. И если мы сейчас не поможем Российской школе и не сделаем так, чтобы и учителю, и ученику в школе было интересно, захватывающе, удивительно и так далее, то мы потеряем и вузы, и потеряем и промышленность, и потеряем все. Поэтому мы придаем воспитанию школьников и учителей большое значение. Делаем это красиво, интересно, захватывающе. Ну, вот эти цифры, вот эти программы. И программа «Школ нового поколения» это наша любимая программа, мы ведем ее уже 10 лет, уже больше. 500 у нас учебных заведений, 49 здесь, это 490 должно было быть, а не 49. Вот. 15 территорий. И философия этой школы, школа как самообучающаяся организация, и учитель должен учиться не один раз в три года повышать квалификацию, а каждый день на рабочем месте. Нам удалось, благодаря федеральному государственному стандарту, синхронизировать учебный процесс первую и вторую половину дня. И мы считаем, что школа должна быть школой полного дня и полного года. Ну, я не буду перечислять все задачи, но мы уже выстроилась система, которая представляет из себя вот такую программу, вот там, значит, она представляет из себя интегрированную систему, заставляет школьника не терять интерес к школе, к знаниям, к учителю. И вот это здесь представлено. Школа «Тайные открытия» — это первый и четвертый класс, это школа реальных дел, пятый и седьмой класс, а дальше школа бережливого мышления, агрошкола, агроклассы, которые, ну, нужны сегодня тоже, и школа инженерной культуры, где робототехника, компьютерная, компьютер для школьника, у нас был такой проект, мы его сравнивали с ликвидацией цифрового неравенства, когда в седьмом году пришли в школы, и джуниор-скиллз, юниор-профи, то, что сегодня особенно развивается. Программа робототехника, инженерно-технические кадры инновационной России, робофесты, которые мы проводим уже в этом году, будет он восьмой, всероссийский, конечно, то мы бы очень хотели, чтобы Архангельская область в них тоже участвовала, потому что участвует вообще-то вся страна, а Архангельской области там нет. Хотя есть великолепные ребята, которые занимаются робототехникой, и, наверное, им бы было очень интересно, мы с Еленой Владимировной будем думать, как это сделать. Новая программа, вы знаете, что движение WorldSkills, мировое движение, начатое в 1947 году, в 1947 году, по всему миру, которое проводит чемпионаты рабочих профессий. чемпионаты рабочих профессий на уровне международных стандартов. И создаются центры компетенции в разных регионах любой страны, где можно научиться по высшему разряду делать то, что нужно для промышленности. Вот мы, фонд «Вольное дело», вышел с инициативой, которая была поддержана президентом Путиным, чтобы в этом движении WorldSkills была выделена юниорская лига, юниор-профи. И 10+, и 14+, вот эти ребята такого возраста, они участвуют в профессиональных пробах, в освоении профессий разных, и, кстати, показывают замечательные результаты. Это как инновационные технологии, 3D-программирование, прототипирование, мехатроника и разное другое. Также и просто рабочие обыкновенные профессии, но которые должны, так сказать, стремиться к международному стандарту качества. Вот поэтому мы это делаем. И уже в этом году будет второй уже национальный чемпионат, а в 2019 году Россия будет принимать Всемирный чемпионат WorldSkills. Там же будет и юниор. Это тоже очень важно, потому что мы считаем, что именно в школе ребенок должен пробовать, ошибаться, не бояться ошибаться, выбирать профессию, которая ему будет по душе и придет к окончанию школы с осознанным выбором. Поддерживаем, естественно, вузы, работаем прежде всего с ведущими вузами. Мы создали там две школы. Школу в МГУ, Московскую школу экономики и Высшую школу государственного администрирования. И, конечно, с другими вузами работаем тоже, их много. Теперь вот будем работать и с Северным Арктическим Федеральным Университетом. Мы сегодня подписали соглашение о сотрудничестве в этом плане. Есть такая японская система Toyota Production Systems. Юноши знают о том, что автомобильная компания Toyota самая эффективная компания в мире, у нее самый большой рынок, и она самая эффективная потому, что она много лет внедряет вот эту систему, бережливые производственные системы. Мы создали в городе Краснодаре такой японский центр, назвали его Кайдзен. Кайдзен – это непрерывное совершенствование, постоянное улучшение. И этот центр обучает сейчас студентов кубанских вузов бережливому мышлению, бережливым производственным системам. Это очень серьезная такая работа, очень серьезная программа и очень важная. Вы знаете, что производительность труда в России находится на очень низких показателях. Мы потому мало платим работникам, потому что у нас низкая производительность труда. И нет никаких оснований думать, что будет повышаться заработная плата, если мы не решим эту проблему или не станем на путь ее решения. Единственный путь ее решения, который признан в мире, это бережливые производственные системы. Они были придуманы нашим Александром Гастевым еще в советское время, в 50-х годах. Эту систему очень хорошо изучила Япония, и ее, так сказать, оптимизировала, довела до совершенства, подхватила Америка. Они все это все у себя применили, теперь мы у них этому учимся. И это очень грустно, конечно, потому что можно так быть и в вечных учениках. Но сейчас другого пути, кроме как поиска потерь и ликвидации этих потерь, поиска ресурсов дополнительных, резервов для развития и экономного использования ресурсов, другого пути нет. Значит, могу сказать, что на предприятиях базового элемента уже 15 лет как внедряется эта система. И с гордостью также могу сказать, что в разы повышена производительность труда на некоторых производствах в 15 раз. Понимаете, это еще хотела бы одно замечание сделать. Некоторые боятся слова «бережливость» и путают его с экономией. И это разные вещи. Когда мы говорим, что вот нужно экономить ресурсы, некоторые руководители предприятий начинают сокращать работающих людей. Так вот это совсем другая вещь. Не сокращать, а наоборот всех работников использовать, но с такой степенью эффективности, чтобы этот же работник делал в два-три раза больше. И только тогда будет развиваться, идти в ногу со временем, будет хорошо себя чувствовать в конкурентной среде вот это предприятие. Но эти улучшения должны быть, должны происходить каждый день. Вот ваша делегация поедет на четвертый международный ЛИН-саммит, который мы проводим уже в четвертый раз. И туда собираются масса предприятий со всей страны. Приезжают люди из разных других стран. И сейчас уже очень заинтересовались вузы, потому что, когда мы начали обучать преподавателей вузов, чтобы они обучали студентов, потому что студент – это выпускник, который придет куда-то на производство или придет, а вы – управленцы, как я понимаю, да? Вам это нужно знать в первую очередь. И очень важно, чтобы человек уже владел вот этими технологиями. Это можно изучать. Мы с Еленой Владимировны договорились, что вы такую работу начнете, а мы вам в этом поможем. Что это? Наука. Ну, наука – это наш учредитель, выпускник физического факультета МГУ и Плехановской академии, а также Гарвардского университета. Он хорошо понимает, что такое наука. И, конечно, мы многое делаем для ее поддержания. Для того, чтобы молодые ученые были поддержаны, для того, чтобы они не уезжали за рубеж, для того, чтобы они были использованы на высокотехнологичных производствах в нашей стране, главное – в нашей стране. Ну, да, культура – это то же, что и образование. Одно без другого не существует и не может быть просто. Есть у нас один объект в Ангаре, а у вас есть археологи. Мы там много лет поддерживаем, не то чтобы поддерживать, наш проект. Самый крупный и самый богатый памятник античности мы договаривались с Еленой Владимировной, что, может быть, мы обменяемся, студенты кубанских вузов приедут на раскопки на Соловки, например, или еще куда-то, а ваши студенты приедут, наоборот, туда. Там комплексная экспедиция, где все ученые в одном месте, и сразу идет, конечно, большая такая научная работа по исследованию находок. Школа-студия МХАТ, которую мы поддерживаем, они своим выпускным спектаклем приезжают в те регионы, где мы работаем. Дипломный спектакль, который они предъявляют населению. Мечтаю о том, чтобы когда-нибудь приехали сюда, в Архангельск, тем более, что преподаватели, это все известные артисты, вот они тут же проводят прослушивание талантливой молодежи и принимают их в школу-студию МХАТ сразу на третий тур. Так, для сведения, школа-студия МХАТ самая, самая, единственная в своем роде школа театрального искусства, которую знают во всем мире, и уже 20 лет, каждый год, группа американских студентов приезжает учиться театральному искусству именно в школу-студию МХАТ. Кубанский казачий хор, который у вас бывал, мы считаем тоже, что его надо поддерживать, провели такой большой конкурс. Библиотечные четыре библиотеки из Архангельска. Было подано заявок, где-то около 600 со всей страны. Из них четыре библиотеки Архангельской области получили серьезные гранты наши на своем развитии. Это тоже пространство Библио, народный кинофестиваль, памятники архитектуры, конечно, здравоохранение, профилактика рака молочной железы, приюты для бездомных собак. Это тоже наша работа. Какими программами мы могли бы принести пользу вам? Мы же о пользе говорим, правда? Прежде всего мы хотели бы с Еленой Владимировной вместе действительно начать обучение бережливым производственным системам, чтобы именно из университета пошел импульс по всей области на понимание бережливости и того, что надо делать. Какие ресурсы мы не видим, какие потери мы с ними миримся и ходим по кругу, у нас ничего не улучшается. Мы сидим на огромных богатствах Архангельской области, но этого не чувствуем, потому что это на нас не работает. Вот этому мы бы хотели как-то способствовать вот такому обучению. И, конечно, я бы хотела, чтобы педагогическое образование, которому мы придаем важное значение, чтобы те методики, которыми мы владеем, они уникальны во многом методики. И я вас уверяю, что те школьники, которые учатся в школах наших, они не хотят уходить из школы. Им хочется в школе быть, им хочется в школе оставаться до вечера. И это же относится к молодым учителям. Огромная проблема того, что молодые учителя, даже приходя в школу, долго мне не задерживаются, потому что там тоска. Там усталые женщины, мужчины, ничего не происходит, много рутины и так далее. А можно с теми же самыми людьми организовать дело так, что это будет интересно, захватывающе и познавательно. Если бы вы видели, какие проекты делают ребята седьмого, восьмого, девятого, десятого класса, когда идет экономическая игра, вот в летней школе или в весенней, осенней школе. Какие экономические проекты с маркетинговыми исследованиями, с просчетом всей экономики, с, так сказать, с возвратом кредита, который им дали, с всем этим. Это очень интересно, и это очень, опять же, так сказать, развивает эту часть нашего населения, которая скоро придет в ВУЗы, в том числе. Ну и я думаю, что это все та самая работа, без которой просто не может, не может страна наша быть, ну, быть более успешной. И вы знаете, конечно, не хуже меня, что вот эта программа робототехника, которую мы так, она дорого стоит, дорого стоит еще и нашим работникам, потому что инфраструктуру мы создали по всей стране практически. 64 региона России. Это ресурсные центры, это сертифицированные нами судьи, тренеры, наставники и так далее. Нельзя по-другому. Мы живем с вами в четвертом технологическом укладе. Сегодня все меняется настолько быстро и стремительно, и средства информации, и все остальное, что за этим надо просто успевать. И оказывается, что дети, начиная с 6 лет и по 27 лет включая, очень многое могут делать. Сейчас главная задача, чтобы то, что они придумывают, чтобы это все работало на страну. Вот понимаете, 10-летний мальчишка и его 12-летний брат решают задачу, которую не мог решить агрохолдинг. Надо было там калибровать какую-то, то ли свеклу, то ли что-то еще. Не могли придумать какой-то узел. Они придумали его. Они решили эту задачку. И теперь это работает. Уже два года как работает. Понимаете? То есть потенциал детей нельзя не использовать. И самое главное, нельзя погасить их вдохновение. И души прекрасные порывы сделать что-то для людей, для своей страны. Вот я думаю, что это то, чем мы занимаемся и то, что приносит пользу в нашей стране. Поэтому давайте работать вместе. Давайте будем друг у друга учиться. Давайте будем воспринимать опыт друг друга. Все лучшее, чем мы владеем. Все методики, которые у нас есть, мы все готовы, всем готовы поделиться. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.